Я всех приветствую на канале взломостойких дверей и сейфов компании Monolith. Сегодня у нас очень интересная тема. Тема это конструкция взломостойкой двери. Что такое взломостойкая дверь, какая она должна бы иметь конструкцию. То есть мы поговорим о, в частности, на примере нашей двери, это Monolith Standard, это дверь 4 класса взломостойкости. Мы поговорим о том инструменте и времени, который отведен 4 классом, для того, чтобы эту дверь можно было ломать. И мы поговорим о путях реализации в нашей конструкции, благодаря чему мы добились того уровня защиты, чтобы данная конструкция не была взломана за отведенное время 4 классом и методами, которые предусмотрены 4 классом взломостойкости. Вот перед нами лежит металлоскелет двери. Это металлоскелет, как я уже сказал, двери Monolith Standard. Металлоскелет, который еще до обшивки листами с двух сторон. То есть Monolith Standard подразумевает вот такой металлоскелет, который обшивается с внешней стороны двухмиллиметровым листом. И также идет внутренний лист 2 мм металла. Для чего такая металлоемкость и против какого инструмента это все направлено. Значит, 4 класс взломостойкости, это может показаться смешным, но на 4 класс взломостойкости отводится всего-навсего 10 минут операционного времени. Ну, 10 минут операционного времени может показаться. То есть при том, что в интернете там какой не откроешь сайт по дверям, там пишут и 2 часа ломали, и 3 часа ломали, не доломали. Я хочу сказать сразу, вот такой металлоконструкции на 4 класс нет ни одного производителя в Украине. То есть нет ни одного. То есть вот эта металлоемкость, вот такая защита на 4 класс у дверей, то есть не реализованная ни одного производителя дверей, те, которые говорят, что чуть ли не по 5, не по 10 часов ломали дверь, не взломали, ни у одного этого производителя такой металлоемкости нет. Поэтому мы опять же возвращаемся к тому, что такое 4 класс взломостойкости. Это 10 минут в идеальных условиях. То есть 10 минут это разматривать идеальные условия. Это непосредственно операционного времени. То есть, скажем так, то, что вот взял, и какой инструмент я скажу. То есть это инструмент электродрель, то есть это можно сказать, можно сказать, таким самый, такой коварный, один из самых коварных инструментов в 4 классе. Это электродрель, электролобзик. То есть то, что может показаться, что как бы электролобзик, там это вообще, что такое электролобзик, но это очень коварный инструмент, то есть с точки зрения 4 класса. Зубила, молотки, фомка, то есть не ломики какие-то, которые там постоянно, как бы, опять же, то есть открой сайты, то есть по взломостойким дверям, там и ломали, и ломали, и не доломали. То есть, ну, если взять лом, то есть это, то есть то любая дверь вот эти вот 4 класса, она будет взломана, то есть она не рассматривается, такой инструмент, как лом. То есть лом, это, в моем понимании, это более чем полутора метровый кусок металла, который имеет, то есть в диаметре, ну, минимум 32-40 мм. При этом с одной стороны он заточен на острие, с другой стороны сделана так называемая лапка. То есть и в идеале, то есть чтобы вот эти вот части у него были прикалены. То есть вот таким инструментом можно раскурочить вот эти все двери, которые вот перечислены, которые там по несколько часов ломали, так и не сломали, то есть и при этом в этих дверях даже не предусмотрены тяги. То есть, ну, у них нет даже дополнительных ригелей вверх-вниз, и при этом их там ломали несколько часов, как написано ломами. То есть это полная ложь, такого не может быть в принципе. Поэтому лом, то есть вот именно те компании, которые описывают как лом, лом это 65-сантиметровая фомка, не более того, 65 сантиметров. Ну, так называемый гвоздодер, там, не знаю, монтажка ее называют, то есть 65 сантиметров. И то есть на самом деле даже вот этот инструмент, если он действительно идеальный, то есть если это фирменный инструмент, там Стэнли возьмем, либо другие какие-то интересные компании, то, то есть, а не взять, допустим, какую-то эпицентровскую, то есть, которая, ну, можно руками согнуть, то это тоже очень коварный инструмент, поэтому вот четвертый класс, он подозревает вот набор вот такого инструмента. Но там остальной инструмент, как там дополнительные, какие-то вспомогательные приспособления, они тоже разрешены, примитивные. Значит, и повторяю, 10 минут, то есть, и вот я начинаю, то есть 10 минут, это непосредственно работа инструментом, то есть, общее время, то есть, оно отводится полчаса, то есть, общее время, то есть, 30 минут можно, скажем так, менять инструмент, можно менять пилочку на лобзике, можно, скажем так, взять другую фомку, можно взять другое зубило, это входит в 30 минут. И есть 10 минут, 10 минут именно непосредственной работы с вот этим вот инструментом, и это при условии абсолютного ознакомления с конструкцией, внутренней конструкцией, даже плода того, что это при условии того, что даже пробные какие-то сверления, пробные какие-то попытки взлома, то есть можно как бы предварительно провести, и только потом уже вот эти 10 минут операционного и 30 минут общего времени. Поэтому вот что в нашей конструкции, то есть благодаря чему это все реализовано, ну такие защиты. Начинаем вот с металлоскелета. Казалось бы, зачем вот такое количество 50-го уголка, зачем оно надо, то есть можно было бы спокойно листом тройку кинуть, а не двойку, это все выбросить, зачем это все надо. Мы возвращаемся к электролобзику, то есть, ну, просто электролобзик, и есть еще коварнейший инструмент, который не входит на самом деле вот в этот набор инструментов на 4 класс, но это очень проверенный инструмент, и на самом деле его не обязательно, скажем так, где-то там покупать, где-то там супер делать, то есть он на самом деле, то есть, ну, изготовляется очень просто, то есть это, его можно назвать киличный нож, то есть это нож, который может, ну, условно, если взять, разобрать нож для вскрытия консервы, только вот в формате для двери, то есть это, ну, условно, примерно такая же конструкция, которая вот именно заточена непосредственно на то, чтобы резать металл, ну, я не говорю, что миллиметр, два миллиметра превосходно режется, три миллиметра отлично режется, четыре миллиметра со скрипом, но можно, то есть, определенно, то есть, как бы, участок порезать, пять-шесть миллиметров таким инструментом уже, в принципе, резать невозможно, поэтому вот то, что мы видим металлоконструкцию, это металлоконструкция, в которой шесть миллиметров, это все, то есть, металлоскелет не имеет, то есть, окон, то есть, не говоря уже, как в зоне замков, так и, в принципе, окон достаточных для того, чтобы можно было вырезать один лист, вырезать 2 и получить какой-то доступ не говоря о том чтобы в принципе то есть вот этот вот это ребро с листом этот киличный нож никогда не перережет если рассматривать как лобзик то есть но то это очень долго то есть но лобзик это но не эффективный инструмент ну если бы это был просто один лист металла то лобзиком вырезать то есть круг то есть но это на самом деле было бы на считанные минуты и это было бы меньше чем 10 минут и дверь бы на 4 классного стойкости она никаким никаким образом бы не смогла пройти пилить лобзиком здесь это не имеет смысла пилить там лобзиком раму петли это тоже не эффективно но просто в однолистовой двери то есть сделать отверстие дрелью и выпилить круг лобзиком это было бы считанные минуты поэтому то есть ребра в нашей двери то есть каждое ребро оно имеет прямую задачу и оно стоит том месте где это надо теперь мы смотрим допустим даже те же антисреза то есть если там опять же там срезал петли любую дверь можно там срезал петли и она как бы выпало далеко не так то есть в любой нашей двери идут как минимум 4 антисреза монолит стандарт и более того эти антисрезы выполняют как функцию антисрезов так они кроме этого выполняют функцию опять же вот этого металла с каркаса то есть того металла каркаса который не позволит тем же киличным ножом перерезать. То есть киличный нож никогда в жизни не перекусит 16-миллиметровый прут. Никогда в жизни. Как он 6 миллиметров не перекусит, и он здесь упрется вот в эти вот ребра, здесь упрется в ребра, так и 16-миллиметровый прут не получится перекусить. Поэтому такой инструмент, как киличный нож, он абсолютно неэффективен в нашей конструкции. Лобзик, он тоже неэффективен. Теперь мы приходим к электродрели, фомки, вот таким набором инструментов. Для этого мы перемещаемся в зону замков. Зона замков у нас как под внешний, так и под внутренний лист идут дополнительные пластины четверки. Дополнительные пластины четверки на всю замковую часть, то есть общие пластины четверки на замковую часть. Для чего они нужны? Опять же, для того, чтобы нельзя было разорвать, начиная, допустим, с ключевого отверстия. То есть очень популярный метод взлома, это вот таких вот слабых дверей, вот этих профильных дверей. Это то, что просто в ключевое отверстие вставил, но назовем это условно киличный нож, на самом деле это инструмент гораздо проще. Это обычная монтировка, которая заточена с одной стороны допустим на острие. То есть вставляется и просто разрывается, то есть розочка в районе замка и все. Замок можно, ну, образно, бесшумно, то есть добравшись до замка, бесшумно его чуть ли чем хочешь. Хочешь, разбери его отверточкой крестовой, то есть, ну, и, то есть, ну, хочешь его просто затолкай в дверь, то есть тут уже, как бы, открываются возможности безграничные. Поэтому зона замков у нас также минимум 6 миллиметров, только обычного металла. С внешней стороны и минимум 6 миллиметров с внутренней стороны замки обтянуты. То есть замки находятся в 6-ти миллиметровой трубе. Перед замками находится 6-ти миллиметровая каленая пластина на нижнем замке и 2-х миллиметровая каленая пластина на верхнем. Но о пластинах каленых, ну, давайте, в принципе, сразу о следующем инструменте, это электродрель. Вот для этого и направлены каленые пластины. Вот в зоне замков мы посмотрели то, что киличным ножом разорвать здесь не получится, лобзиком резать неэффективно, зону замков тоже разорвать не хватит. То есть, как бы, этого набора инструмента не хватит, в принципе. Вот если говорить, то есть, ну, вот такой конструкции, да, можно говорить о нескольких часах, то есть о том наборе инструмента, о нескольких часах, потому что я повторяю, вот именно металлоемкость нашей конструкции, она является самой высокой, то есть, в принципе, по рынку взломостойких дверей 4-го класса. Здесь можно было бы ограничиться и меньшим количеством ребер, меньшим количеством пластин, другим форматом антисрезом. Но это все сделано на перспективную защиту с запасом. Поэтому дальше мы идем о сверлении, то есть о сверлении зоны замков. То есть, зачем нам там делать окно в двери, то есть, ну, это, ну, это понятно, безумно. Но мы, мы повторяем, что мы рассматриваем идеальные условия и 4-го класса на стойкости. Это то, что если здесь сделать окно 30 на 30, 40 на 40 сантиметров, то это, в принципе, ну, испытание провалено. Поэтому по полотну так, со стороны петель так, со стороны замков по металлу, по обычному металлу сказал, теперь по каленому. То есть, можно просто сделать в замке одно отверстие, максимум два, и замок будет при этом открыт. То есть, независимостей, ну, то есть, один замок, второй замок, и, в принципе, все, дверь открыта, это полный доступ, это провал, то есть, испытание на 4-й класс. Поэтому, стоит 6-ти миллиметровая каленая пластина на нижнем замке, редукторном, который имеет дополнительные рихели вверх и вниз тяги. На замке Чиза Революшенпроиде пластина общая на весь корпус замка. Это тоже очень важно, потому что, разместив какой-то ошметок пластины, разместив какую-то пластину, которая имеет огромные, допустим, отверстия, там, где входит ручка, в частности, квадрата. То есть, вот, стандартная пластина Чиза, то есть, 2-х миллиметровая, то, что не наша 6-ти миллиметровая, которая уникальна, изготавливается только на нашей двери. А вот мы возьмем стандартную пластину Чиза, которую завод-производитель ее предоставляет, 2 миллиметра, она в три раза тоньше, чем наша, и у нее отверстие под квадрат ручки, оно, там, порядка 20, наверное, 20 даже 2-х миллиметров в диаметре. На самом деле, замок Чиза Revolution Pro уже через это отверстие, независимо, там, какие там цилиндры, брони, все остальное, уже только через это отверстие, то есть, ну, можно, на самом деле, если знать как, правильно, то есть, добраться и замок уже в идеальных условиях вскрыть. Мы говорим о идеальных условиях. Поэтому в наших пластинах идет отверстие минимальное, то есть, ну, минимальное, которое под углами, там, досверлиться до этих уязвимых мест никак не получится. И они, в принципе, в три раза толще, чем все аналоги, которые там, ну, представлены на рынке, теми же, там, Матурами, Чизами, вот такими производителями. Поэтому от сверления, то есть, это займет более, то есть, ну, отведенного времени, даже при использовании правильных сверл. Правильные сверла, это сверла, которые могут сверлить каленый металл, потому что, на самом деле, до, если я не ошибаюсь, до 2014 года, то есть, то, в принципе, вот в этом госте на взломостойкость даже не были предусмотрены сверла, которые сверлить каленый металл. То есть, хватало там, ну, тонюсенькой пластинки, то есть, и все, то есть, испытания, то есть, ну, в зону замков можно было, в принципе, не лезть, потому что это было бы, ну, не имело смысла, потому что это было бы уже время запредельное, и даже, ну, это нереально было просверлить. Начиная с 2014 года ввели разрешение, в этом госте на 1627 на взломостойкость, ввели разрешение на сверла, HSS сверла, это сверла с быстрореза, так называемая, если его по-советскому сравнивать, те, которые уже могут сверлить каленый металл, включая уже даже такой металл, как и применен у нас, но я повторяю, толщина этого металла, ну, и на самом деле и твердость, она выше, чем заводские пластины, которые делают даже именитые компании, как Чиза, Матура. То есть, поэтому по сверлению защиту, от сверления так. И у нас еще остается второй замок, то есть, это мы говорили только о одном замке, который на самом деле блокирует полностью двери во все стороны, как в боковую сторону, так и вверх-вниз, то есть тяги. И при этом этот же замок, который вот так защищен, он перекрывает ключевое отверстие верхнего сувальдного замка, который имеет также двухмиллиметровую каленую пластину. Поэтому по сверлению, вот от сверления мы добились вот таким вот образом. Теперь мы берем вот эти все, переходим к самому, такому, скажем так, классическому методу взлома, то есть, наверное, вот мы к нему уже подошли напоследок, то есть, это отжим двери, то есть, рассматривать отжим двери, там, я же говорю, вот эти все, что профильные, там, гнутые, все остальные, то есть, вот этот отжим двери этих, то есть, ну, защитить от отжима толщиной металла, там, на коробке 2 миллиметра, на полотне, там, 2 миллиметра, то есть, ну, это нереально, то есть, ну, в буквальном смысле, это нереально, то есть, человеческие усилия через рычаг, даже в 65 сантиметров, если это правильная монтажка, то есть, это не какая-то с эпицентра, которая разгинается в руках а правильная монтажка которую можно ей предварительно можно вначале клином расклинить тем же зубилом с нижнего угла, потом забить там деревянный клин и потихоньку перехватами перебираться выше-выше подбиваться когда уже дойдем до замков, то нижний угол двери он уже будет оттопырен на 20 сантиметров и уже туда можно как усилие но неимоверно приложить так и в принципе, то есть уже в зоне замков будет возможность заломить и вывести замки то есть уже будет куда им выходить поэтому метод отжим это наверное самый распространенный метод и защититься от него малой металлоемкостью нереально можно как бы защититься дополнительными точками запирания тягами вверх-вниз и большим количеством металлоемкости в нашем случае это огромная металлоемкость то есть жесткость конструкции благодаря двум листам и вот такой металлоконструкции жесткость получается неимоверна если сделать один лист металла то если на нее не будет на этой металлоконструкции внутренние МДФ то жесткость, шатая за верхний угол дверь будет как тряпка, болтаться жесткости никакой не будет добавив внутренний лист, жесткость это появится то есть уже допустим прилагая усилия на нижнем углу то даже если оно закрыто на замках либо на верхнем углу, то есть будет сопротивляться все полотно. Но в нашем случае эта жесткость, она вот распределена не то, что на вот такое огромное окно, она вот на множество вот таких маленьких окошек, вот эти огромные балки, то есть из уголков с обеих сторон, вот эта металлоемкость колоссальная в зоне замков 6,6 мм и при этом при всем в любом случае идут дополнительные точки запирания вверх и вниз тяги обязательным условием. То, что там двери продают без тяга, они вам не нужны те тяги то есть кто там их те тяги то есть у нас там так все повторяю, то есть зубило, клин, молоток. Начали с нижнего угла потихоньку то есть потихоньку оно все расклинивается и уже пройдя половину до нижнего замка там где уже ригеля входят, да то внизу уже будет зиять дыра то есть приличная дыра и вот теперь опять же я не сказал о усилении под внутренний лист 4 мм потому что они на самом деле касаются именно уже метода взлома почему именно метода взлома, потому что вот когда вот тот метод взлома, то есть отжима, то что я сказал расклинивать и потихоньку доходить то есть когда мы дойдем до середины то есть уже подойдем под низ нижнего замка то там уже начнет работать именно внутренний лист то есть замок на самом деле ригеля замка будут оставаться в раме то есть они будут в раме да, под каждый ригель выставлено все, ригеля плотно сидят в раме то есть вынуть их нельзя но при этом, то есть будет вырываться внутренний лист то есть мы уже сможем приложить такое усилие что замок останется в раме и при этом внутренний лист настолько деформируется то есть он выдуется то есть он возьмется пузом и уже замок можно будет в таком положении он уже изогнется и ригеля можно будет вынуть то есть поэтому, чтобы этого не произошло нужна металлоемкость обязательно оставлять еще и за замками под внутренний лист поэтому в нашей металлоконструкции замки идут в 6 мм трубе сплошной поэтому, поэтому вот так теперь мы еще, очень важный параметр то, как это все установлено то есть, то, как это установлено это имеется ввиду дверь взломостойка не может быть, скажем так прикреплена на анкера там на 8 анкеров вот в такое, скажем так скажем так, в раме отверстия забили анкера и вот такая вот часть стены только работает вот такая вот часть стены но это нереально но это буквально в смысле нереально то есть начав, скажем так опять же, то есть забив уже клин не между полотном и рамой а между рамой и стеной то мы опять же потихоньку перехватываясь мы к анкер за анкером он либо какой бы там мы даже рассмотрим самый идеальный анкер даже вообще возьмем 16 анкер хотя это практически нереально чтобы кто-то крепил двери на 16 анкера то вот эта вот часть стены она просто выколется даже если она будет бетонная то есть мы один а потому что все анкера не будут работать вместе они будут работать по отдельности то есть один анкер выкололся кусочек стены чуть-чуть отвели второй анкер выкололся кусочек стены и так далее мы опять же дать пройдя половину пути внизу уже будет огромная щель которую там уже можно что угодно засовывать и какое угодно прилагать усилия поэтому крепление в наших дверях идут седана удаление через монтажные уши то есть это если это бетонная стена это минимум уши то есть удаление идет минимум на 7-10 сантиметров если эта кирпичная стена то удаление идет на 12 15 сантиметров то есть работать уже будет большая часть стены то есть но большая часть стены но уже допустим в 15 сантиметров кирпича даже кирпича выколоть это будет гораздо сложнее чем выкал этом даже 4 сантиметра 5 см бетона это будет проще выколоть, чем 15 см кирпича. И крепление у нас всегда производится. Сквозь ухо забивается костыль и на сварку все намертво приваривается. Количество креплений у нас тоже четко регламентировано. Это 12 монтажных ушей на монолит стандарт. На дверь 4 класса идет по 5 монтажных ушей с каждой стороны плюс 2 вверху в бетонную перемычку. То есть вот такое количество монтажных креплений. То есть это сделано с запасом как и в принципе вся конструкция нашей двери 4 класса. Поэтому 4 класс это не какой-то миф и не какое-то там необъятное, неосягаемое значение. Это повторяю 10 минут времени работы инструментов и 30 минут в целом подготовки, смены инструмента, каких-то там замеров, промеров. И идеальное знание конструкции двери. Идеальное знание. То есть вот даже просто мы разложили нашу дверь. Это идеально знает об этом ну не только страна. Нас смотрят и ну и СНГ, нас смотрят и зарубежья. Мы у нас мы делаем заказы на Европу. Поэтому то есть это знает вот грубо говоря вся Европа знает о вот этой конструкции двери. Но при этом за отведенное время на 4 класс никто не сможет эту дверь поломать. Вот тем набором инструмента. Поэтому эти все истории там про несколько часов и там то есть поверьте мне на слово то есть вот посмотрите либо покажите то есть ну поверим на слово не поверим. То есть если у кого-то есть конструкция более продуманная на 4 класс то я как бы с удовольствием то есть может напишите в комментариях может кто-то допустим из наших подписчиков либо тех кто нас смотрит может где-то слышал что-то пишите обсуждать то есть я знаю что вот это самая металлоемкая конструкция сделана с огромным запасом и то есть вот эта планка которая то есть мы держим она не позволяет нам делать ни в коем случае хуже. Поэтому вот это наш стандарт монолит стандарт. Поэтому если вам нужны будут двери сейфы серьезные обращайтесь с удовольствием мы их изготовим по вашим размерам под ваш внешний вид приезжайте в город Киев на вискозную 3Б выбирайте заказывайте спасибо за внимание до свидания